сегодня первая дальняя поездка на фото не относительно конечно перед этим самой дали было к горлык но сегодня в два раза дальше золотоноша 140 километров одну сторону полет нормальный сейчас к андрюхе еще заедем вороньков дороги конечно уставшие на местами ничего местами просто яма на яме мотоциклисты сезон открыли дубасят один за одним да тепло сегодня хорошо причем и тут много чего-то на этой трассе левка не все ездили в том районе еще больше было в общем фото не есть такая проблема слышите чуть-чуть она была потом стало громче на обратном пути хотел попробовать сколько фото он едет забыл про эту проблему она на скорости больше появляется теперь еду 50 60 всю дорогу тут ручник отдельно в коробке стоит как раздатки здесь на коробке сейчас может вытрясем это все оттуда у кого появился такой страшный звук не бойтесь ехать можно аккуратно доехать нужно дороге конечно местами ничего местами я уже говорил такие почти у андрюхи посмотрим сейчас что он там делает короче в спорткаре с белыми щитком приборов погрешность одометра то ли 25 процентов то ли 50 по столбам засек 50 получается так вроде 25 по навигатору непонятно ну короче большая долетел я к андрюхи у него тачка почти такая же на которой я нынче летаю так ну вот наша звезда хотел я сегодня выехать но не получилось лебеда стоит посмотрите 17 тысяч на они не что попало так лебеда стоит андрюха говорил что подключил и работает наверное не знаю да подключено все короче а эта коробка моя что было здесь когда-то осталось редуктор поменять вот задней основной он уже тут и поедем на оффроуд андрюхи тут луаз на очереди на полную капиталку конечно работой непочатый край так смотришь конечно как она подвеска сделана вот эта часть так интересно выглядит амортизаторы или там не родная вроде родная задумка классно исполнение как обычно не очень только после тюнинга может она нормально ехать такого хорошего без тюнинга едет но не то конечно так сейчас попробует его быстро сделать скрежет этого нырну под низ кардан откручивать на . уже почти на колесах они на почти а на колесах елки отсюда и не вижу на всех колесах до колеса на месте видишь схождение задних колес вот так стоит а чего рычаг же был деформирован я понял что ты гольф чинишь да в рабочие выходные у тебя все время рабочие выходные да дохода подвески да тогда это не весь оно же еще вниз должно провалиться а еще же вниз и еще и выше можно ну короче ну там ход что-то порядка 40 сантиметров около того то больше не больше не будет шток больше не даст с пульта нормально так это и рубиконы смогу вытаскивать да теперь которые не проедут там где я всех да и уазы да короче всех но она как-то с задержкой срабатывает у нее электрон то не страшно да нормально получилось ну чтоб ключ установить мне а ключ же надо еще нет металла надо толстая пластина да да я видел на видео вот такая листом чтоб я ее мог вот здесь крепление сделать в эти уши чтоб он съемный был чтоб она снимала все но мне надо такая миллиметров 16 пластина и 14 сантиметров шириной чтоб ней можно было пропил сделать под ключ прикрутить ключ и можно было нормально прикрутиться здесь а ключ был в комплекте есть он но просто мне нечем его смонтировать я понял возьму так откручиваю кардан вот отсюда звон мне кажется с ручника насколько я понимаю но вроде больше неоткуда такого днища тут сальник подтекает хвостовика днища тут смазана платформы на века но тут не очень такая очень мощная рама огромная поперечки ну грузовик есть грузовик заклепочки как в титанике почти рессоры тоже шины камерная жесть ну ничего купим понедельник шины уже купил диски надо бескамерные купить такое все по простому грузовичок просто простота и надежность главное для такой машины фильтр топливный был ну там или как-то по-другому стоит другой какой то ладно короче одну гайку открутил вторую тоже почти сейчас достанем что там происходит так очень редко видео как Рус сам себе автомобиль видео эксклюзивное да ретро почти снимает ну да почти ретро уже слышал мне по морде не даст когда я откручу второй болт ну я могу дать козлик блин уже начинает приближаться к лицу он же тяжелый это не зовут Айзек да не ну он пустотелый вообще так что не будет очень тяжелый но если ну на расстоянии 20 сантиметров от носа то может быть больно да может да что то блин страшно слышно там самое тяжелое это лук по сути там сам кардан не очень тяжелый да конечно ты не понял он пустотелый там тонкая стенка он двойка конечно тонкая двойка металл не успокаивай меня там крестовины самые тяжелые вот та часть там где крестовина вот там тяжелая там толстый металл а там где кардан он тоненький идет труба на скручивание больше нагрузку выдержит ёханый бабай чуть не убил да только знаешь что ты сделал знаю пойди это что-нибудь под колесо подсунь пока я машину держу пока меня не переехал ну да если я уйду тебя переедет давай сваливай оттуда да какой ручник ты кардан открутил ручник возьми там колодку где-то под под заднее колесо засунул есть да блин кардан один снимает класс и поехала машина а ты представь вот если бы такое случилось бы на трассе и никого рядом не было таких таких казусов много бывает когда там кто-то поднимает грузовую машину домкрат упал как если там нет болтиков то молотком по нему надо чуть-чуть и выжать торца гайка будет какая-то она может его держать торца гайка в рабочей части кто может фиг его знает на посмотрите здорова уже редко сновидов самое смешное это снял андрюха снимал лично как я ремонтирую свой эвакуатор опель тут уже вообще просто как новый практически до скона заднепривод на это правильно и делали машину вкладочку маленькую включаю свет ну да такая латочка слыша это бак родной такой да вот откуда запорожец копировал понял установка бог были узнают лучше да ничего задний привод тоже покажи это много ты надо все снять она уже снялась сама подожди иду к тебе вот его тачка под цвет ты лучше мы как братья теперь у нас одного цвета машин давай вот это звенел ух ёлки по вот это звенело да хорошо это было и все так а что-то осталось колодок не было а что трос нужен новый там стерся тоже на барабан пока можно не ставить данный а он дистанционный зазор делает да давай буду собирать давай пока оставим чтобы не трогать а уже будем сальник менять тогда это а барабан сотри как в этом в китайском электромобиле похоже так кофе в каком автомобиле он в уазе не намного больше на ручнике у вас у вас сам меньше все завершили вы легкая т.о. по извлечению остатков ручного тормоза ну нормально едет беззвучно теперь звуки были не неприятные было много работы у Андрюхи не не дошли руки до редуктора но в принципе все равно я был занят сегодня так что поедем уже на следующей неделе я думаю уже редуктор поменяем поедем на тест поедем в субботу на афроуд следующую так хорошо все подписывайтесь лайки не забудьте всем пока до встречи